В России повсеместно заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО». И это действительно большое событие, ведь до этого сервис был доступен лишь внутри пяти регионов России, включая территорию обеих столиц. Заодно создатели программы добавили несколько новых функций. Скажем, извещение разрешается оформить даже при наличии разногласий между водителями. Вдобавок пользоваться системой могут шоферы машин, зарегистрированных на юрлиц. Благодаря помощнику оформить ДТП можно буквально за 10 минут. Первое и главное условие – в ДТП должно быть не более двух участников. Плюс обоим водителям следует иметь подтвержденные аккаунты на госуслугах. От участников аварии требуется лишь сфотографировать место происшествия и указать обстоятельства. Добавим, что это абсолютно бесплатный сервис, скачать который можно из любого магазина приложений. С начала декабря в России обновился формат водительского удостоверения. От старых прав новые отличаются только одним. Надпись «водительское удостоверение» продублирована на английском и французском языках. Теоретически ГИБДД имеет право использовать старые бланки до 1 января 2025 года. Впрочем, в реальности выдавать удостоверение нового образца начали на несколько месяцев раньше, чем их узаконили. Также состоялась реформа свидетельства о регистрации. Отныне цвет машины должен быть записан строго по утвержденному списку. Белый, желтый, коричневый, красный, оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый, черный, серый. Кроме того, в разделе «Особые отметки» будут указывать мощность. Эта строка ранее исчезла из бланка. И вообще, в отметки планируют вносить множество второстепенной информации, вроде таможенных ограничений и номера ПТС. И продолжая тему документов. Министерство здравоохранения снова отложило введение новой системы для получения водительских медсправок. Напомним, что водителей предполагалось отправлять на дорогостоящий анализ крови, чтобы выявлять карбогидрат в дефицитный трансферин. Считается, что превышение этого вещества свойственно только алкоголикам. Однако новый тест пока не будет обязательным при прохождении медицинской комиссии. Во всяком случае, на ближайший год.